всем приветики с вами владимир вольский и анна сегодня у анны день рождения мы отправляемся и спить кофе в кафе потому что сейчас не очень-то много что есть каких-то ресторанов или еще чего-то поэтому аня присмотрела пару дней назад интересную кафешку и сейчас мы попробуем там приземлиться может нас это обрадует мы будем там сидеть и попивать кофе а сбоку меня разрушенный дом но не войной заметьте а стародавним пожаром вот и за несоблюдение техники безопасности а может быть из-за кого-то специального поджога об этом истории умалчивает тоже известный такой дом на троицкой вот это вот находится видите у него постоянно мародеры лазят там сверху статуи прикрук прикручены этими пластиковыми штуками чтобы не упали валяющиеся кондиционеры и карниз и внизу такой вот забор а это улица пушкинская угол троицкая получается и вот через дорогу по правую руку где горят фонарики там кафе которая не хочет посмотреть вот это вроде кафешка они мне собирается проникать проникаем за ней посмотрим что там происходит тепло ли внутри если в места какие-то вот смотрите можно всякие торты покушать пироженки инстаграмные капкейки и свечи тут вот так вот мы проникли в кафешку соответственно смотрите что они выбрала покушать в честь дня рождения то у нас капкейки вот такие вот есть мачо латте там больше моя была идея сладко и такого чизкейк смотрите какой интересный вот такие пирожки и вот декор такой смотрите они сидят все в первую очередь нужно в инстаграм конечно же выложить а потом можно кушать очень напишите в комментариях поздравления для анны и соответственно всем кто кушает всем приятного аппетита итак выдвинулись с кафешки вся посиделка обошлась ни много ни мало 385 гривен вот на безлактозном молоке мы не захотели делать уж она дороже стала то на 15 гривен поэтому вот она обошелся по 75 ну вот и двигаемся теперь пройтись раструсить все эти сладости все сахара раструсить и прошли уже по улице решильевской на эту сторону сумма как видите сум тоже весь раскрашен такими вот этими флагами где-то даже флаг заворачивается за угол вот посмотрим в сумме что работает и пойдем дальше короче в магазине ничего нам не понравилось к сожалению у них нет размеров xl и l вот это вот не худи не балахонов не футболок ничего короче не нашли кто-то едет пожарные где-то шо-то горит непонятно что не нашли в центрального нермагинчо вход в этот самый вещевой работает только с другой двери не с основной ну вот и в магазине кроме нас походу там один или два человека еще было так что насколько долго они смогут продержаться в таком режиме непонятно про масочки уже никто не вспомнил хотя в прошлый раз я отказался в эти магазин то что охранник был без маски а с нас требовал маску одеть вот и я пошел на принципе сказал тогда сидите без покупок и мы пошли тогда джинсы или шо купили в коллинсе а так если бы все вы носили бы маски то нормально а так они нам хотят сделать неудобства а сами типа это прикалывают я вот только кстати во многих магазинах видел с этими масками чтобы продавщица на кассе без маски а с вас требует одеть но сейчас слава богу это все как-то ушло на нет все на испуге в общем-то все уже забыли про это так сейчас более спокойно все там услим на котов смотреть но в следующий раз на они уже кстати могу взять это пару котов с собой и так после кафешки с отмечанием дня рождения с анной мы решили пробраться и поесть все-таки по-настоящему и оказалось что в центре города к сожалению не открыто никакой будки шаурмой найти нажориста по-мужски что было поэтому мы добрались в эту на преображенской увидели возле угол дерибасовской кафешку называется шаурмен и тут собственно можно купить шаурму конечно же дороже в среднем на 15 где-то гривен шаурма здесь она стоит аж 95 95 ну вот и получилось что у нас 190 гривен за две шаурмы вот попросил острые еще банка меринды вот такая 25 гривен вот хотя в обычном маркете можно ли это полтора купить ну да ладно посмотрим что же здесь дают за шаурму блин ни разу саундочечки такие ни разу еще здесь не заказывали и насколько она супер острая тоже интересно мы любители острова такая приятная упаковка соответственно внутри еще целлофан тоже молодцы продумали ну сам размер шаурмы не супер большой ахмедов брали за те же там за 80 85 около полкилограмма и даже больше такие большие были но последний раз ахмед на то место одна греческая уже провалилась фата нам дали шаурму меньше это два раза было на греческой мы поэтому стали искать новых поставщиков вот наши шаурмы любимые кстати кто кушает всем приятного аппетита уже второй раз как вы уже знаете на первый вкус куча картошки пока что не дошел ни до перца не до мяса вот смотрите какая начинка вот сожалению первых укусы 4 была одна картошка зато они на картошке не экономят до мяса я пока вот только мне кажется увидел первых кусочек мяса вот здесь вот по центру у нас прикольное но в самом верхушке вот здесь узкая что почему-то было мало потом может дойду дальше соус тоже приятно очень есть морковка и какая то есть острота немножечко но пока что не такая острота как стопроцентная боль или еще что-нибудь собственно вот такое вот завершение у нас вместе с анной этой серии ну вот про день рождения и мы двигаемся в новую серию вы оставайтесь с нами подписывайтесь и ставьте пальцы вверх на всякий случай всем пока а и и и так и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I hardly noticed Sally as we parted company All through the years In the end It appears There was never really Anyone but me Now I'm old up off my pipe But no one deserves to see I ponder on the lesson of my life insanity Take care of those you call your own And keep good company DimaTorzok 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 DimaTorzok